Памятник 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 Счастливой субботы, дорогие телезрители! Счастливой субботы вам! Слава Богу за эту встречу! Надеюсь, вы уже оставили все свои заботы и готовы присоединиться к нам. А те, кто еще сомневается в необходимости и важности празднования субботы, скорее отбросьте все сомнения, ведь заповедь о субботе не придумывали люди, ее учредил сам Бог. То, что мы отдыхаем в субботу, не говорит о нашей лени. Напротив, это знак верности Творцу. Господь сам творил шесть дней, а в седьмой день отдыхал, поэтому нам повелел светить субботу, как своему творению. Именно так. В Библии, в книге Исход написано «Субботы мои соблюдайте, ибо знак это между мной и вами в поколениях ваших, дабы знали вы, что я Господь, освящающий вас». То есть соблюдение суббот – это знак тесных отношений человека с Богом. Давайте вместе светить субботу и радоваться от того, что Господь рядом с нами. Сегодня Юлия исполнит несколько прекрасных песен, но и придется поделиться подиумом с нашими гостями. Да-да, дорогие друзья, наши гости. Видите, я уже открываю секрет – это будут именно гости. Не только побеседуют с нами на интересные темы, но и подарят нам свое красивое пение. Я уже в предвкушении. Друзья, если вы засиделись на своих диванах, приезжайте к нам, подарите свое пение, свои размышления или истории с Богом всем зрителям телеканала «Надея». А впереди вас, как всегда, ждут интересные истории, красивое пение и рассуждения на тему, которое никого не оставляет равнодушным. Поэтому оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Максим, а ты знаком с такой пьесой Чехова, как «Три сестры»? Что-то не припоминаю. Ты знаешь, интересная пьеса, но какая-то немного грустная. Здесь речь идет о трех мечтательных сестрах, и в пьесе все так радужно начинается, они строят планы на будущее, очень все мечтательно, но, к сожалению, многие мечты не сбываются, а если избываются, то они просто в них разочаровываются. Пьеса мудрая, жизненная, но как-то пессимистично получается. Зато очень правдиво, потому что в жизни не всегда все так получается, как нам хотелось бы, правда? Ты знаешь, мне все равно хочется верить, что все наши мечты сбываются. Скоро к нам в гости придут три сестры, и они очень похожи на этих героиней. Они такие же дружные, такие же мечтательные и талантливые. Но между нашими гостями и героинями книги есть одно очень важное отличие – они не разочарованы. Они, напротив, даже счастливы. Может быть, еще не все мечты их сбылись, но я думаю, что они доверяют Богу и знают, что все под его контролем. Знакомьтесь. Три задорные девицы – Ульяна, Люба и Лиля – родные сестры. Неудивительно, что их интересы очень похожи. Девочки любят преподавание, музыку, чтение и особенно относятся к детям. Ульяна – самая старшая сестра. Раньше она работала медсестрой, но любовь к музыке и детям взяла верх. Сейчас Уля занимается с подростками на фортепиано. Люба чуть младше Ульяны. Она более творческая и усидчивая. Девушка шьет одежду и недавно поняла, что ее руки способны не только на это. Она открыла в себе еще один талант – хендмейд. Помимо творчества, Люба заочно учится на педагога. Она с детства мечтала стать учительницей. И, по-видимому, эта мечта скоро сбудется. Лиля – самая младшая сестра, но выбрала не самую простую профессию. Девушка работает секретарем в учебном заведении. Занятие не из легких, но, по словам Лили, ей подходит. Девушке нравится работать с людьми, особенно с неординарными и всегда непредсказуемыми студентами. В свободное время она дает уроки английского языка или поет в студенческом хоре. Из-за работы и разных увлечений сестрам редко удается побыть втроем. Чаще всего такая возможность выпадает в субботу, когда девушки отдыхают по заповеди от обычных дел. В субботу они светят и отмечают как важный праздник. Привет! Мы рады, что вы пришли к нам. Привет! Счастливой субботы, девчонки! Вот смотришь на вас, и вроде бы кажется, что вы похожи все. А с другой стороны смотришь, и как-то разные все получаются. Но самое главное, такие радостные, приветливые. И улыбчивые. Я думаю, что у вас сегодня хорошее настроение. Правильно? Насколько мы знаем, вы дружные сестры. Но, может, бывало так в детстве? Что-то не поделили? Как родители учили вас решать конфликты? Детство у нас проходило спокойно. Так как у нас было три девочки, то мы жили дружно. И если у Даши какие-то конфликты возникали, то родители старались не вмешиваться, но иногда мама все-таки нас направляла. Гулян, ты имеешь в виду спокойнее, чем сейчас? Ну, все говорили, что мы очень спокойные девочки. Все завидовали нашей маме. Но вы не дрались ни разу? Нет. Вот это уже хорошо. Я помню лишь один момент, когда у нас народился наш парень, Богданчик. Брат? Наш Ратик. У вас еще есть брат? Да. Самый младший? Самый маленький, так. И когда мама выгуливала его на дворе, в колясочке, то мы чергу займали, чтобы покатать его. Ну, справедливо, это было очень смешно. Вот повезло. Представляешь, трое нянек. Один Богданчик и три сестры. Вот на рахунок этого мы могли даже трошки посваритись, потому что каждая хотела поднимать ручку цей коляски. И даже когда мама шла посередине, и мы обязательно могли облепить эту ручку. А сейчас сколько лет прошло, он не прячется от вас? Нет, когда видите, что три сестры приехали домой. А сколько ему лет сейчас? 14, ручки. О, 14 лет. Вот сейчас вы уже подросли, и у каждого своя жизнь, свои интересы, своя работа, общение, может быть, даже разный круг общения. Как сейчас вы вместе проводите время? Если мы можем проводить время, это только на выходных, потому что среди недели мы заняты, работа, приходим вечером, уставшие. Но хотя тоже мы уделяем время поболтать и рассказать новости. А есть что-то общее в ваших интересах? Что-то, что вы любите всегда делать вместе? Есть. Поделитесь с нами, интересно. Мы любим петь. Максим, тогда я предлагаю для поднятия праздничного настроения послушать ваше прекрасное пение. С удовольствием. Блага ей славить Господа И петь имени Твоему Всевышний Возвещать утром милость Твою И истину Твою везде Ты возвеселил душу мою Я Тебе, Господь, полупою Дела Твои велики, мой Отец Ты мой дворец, ты мой дворец Ты возвеселил душу мою Я Тебе, Господь, полупою Дела Твои велики, мой Отец Ты мой дворец Возвожу свои лучи гора Возношу свои руки к небу Я познал, что Господь велик И на земле, и в небесах Ты возвеселил душу мою Я Тебе, Господь, полупою Дела Твои велики, мой Отец Ты мой дворец Ты мой дворец Ты возвеселил душу мою Я Тебе, Господь, полупою Дела Твои велики, мой Отец Ты мой дворец Спасибо, девушка Действительно, благо есть славить Господа И петь Его имени Согласна, аминь Я знаю, что еще Лиля любит выпекать всякие вкусности Это правда? Да, я люблю Я думаю, что мы в конце программы, как всегда, по традиции попробуем И знаю, что Люба делает какие-то интересные вещи Да Какие-то подделки или что это? Расскажи Насправді, я принесла с собой и хочу подаровать вам Что это? Расскажи нам Это заколочка Это вышивка? Да, это вышивка, я вышивала своими руками Я всем покажу Я занимаюсь такими вещами, мне очень нравится Что-то делать, это так, надыхает, скажем так Не только заколочки, а все, что мне заманется, я и делаю Спасибо Вы три сестры Многие, когда слышат это словосочетание, сразу вспоминают пьесу Чехова с одноименным названием Вот что делать, когда мечты не сбываются, когда ожидания не оправдываются? Как вы к этому относитесь? Мне кажется, что важно быть доволен тем местом, где ты сейчас есть Потому что Господь, Он всегда очень мудро керует нашим жизнью И я знаю на своем досвиде, что в данный момент я именно на том месте, на котором я должен быть Не скажу, что я всегда задоволенна тем, что происходит, возможно, иногда мне хочется что-то сменить Но, как только я начинаю что-то делать и двигаться вперед и думать, что все, что я хочу закончить с этим Меня Бог залишает, остановит, закрывает все двери и Он мне четко дает понять, что еще не час И мне кажется, что это наиболее решение проблемы Быть задоволен тем, что я сейчас И доверять Богу, потому что Он знает, что Он делает И в Библии есть текст «Любящим Бога содействует все к облаву» Поэтому Господь в этом... Даже когда обстоятельства не схватываются лучшим образом Я почему спрашиваю? Потому что девушкам свойственно все-таки мечтать Согласитесь, и я тоже мечтательный человек И вот мне интересно, как вы думаете, вредно ли мечтать? Это очень полезно мрять Полезно? Просто когда ты мрієшь, ты знаешь, до чего прагнуть Когда у тебя нет мрений, то жизнь тогда такая все в серых тонах Да, потому что обстоятельств очень много каких-то нехороших Ну, Людмила, ты сказала, что нужно быть доволен там, где ты есть И смотреть на все вот так, все хорошо Господь меня сюда поставил Может, действительно, что-то нужно делать, чтобы мечта существовала? Пробивать эту дорогу, не все А если преграды какие-то на пути, что это обязательно, что Бог закрывает? Звучайно, нет А как это распознать? Где нужно идти вперед к своей мечте, к осуществлению? А где просто остановиться? Это нужно просто научиться слушать Бога Это не сложно, если ты этого хочешь, если ты этого прагнешь И если это для тебя важно Если они захлестывают свои желания, какие-то помощи Звучайно, иногда мы учим Амбиции, они могут так закрити очи нам, что мы просто бачим только свою цель и ничего не вокруг А Бог им может дать намного больше и возможностей и ресурсов для того, чтобы, если не в твоем направлении, то каким-то другим способом допомогти твою мрее здействовать Спасибо большое за ваши искренние ответы о ваших мечтах А мы продолжим общение после небольшой музыкальной паузы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, у вас всегда есть возможность присоединиться к нам. Каждую пятницу в 20.00 мы встречаем наступление Святой Субботы. Приходите к нам в качестве гостей, смотрите нашу программу, празднуйте Субботу вместе с нами. Счастливой Субботы! Напомню, что сегодня у нас в гостях три очаровательные сестры Ульяна, Люба и Лиля, которым всегда удается быть радостными и дружными. Вы все трое верующие люди. В интервью вы рассказали, что ваши родители и бабушки, и прабабушки, и прадедушки были верующими. Выходит, вы адвентисты седьмого дня уже в пятом поколении. Сейчас мы благодарны Богу за то, что в нашей стране есть возможность открыто проповедовать, открыто говорить о Господе. Но раньше мы знаем, что во времена Советского Союза не было такой возможности. И часто приходилось светить, соблюдать Субботу тайком. Это было для вас каким-то таким неприятным опытом? Это вас не пугало в какой-то момент жизни, эти истории ваших родных и близких? Я всегда была натхнена теми истериями, которые дедушка и бабушка рассказала. Мы с такими очями смотрели, смотрели их, смотрели и думали, что вау, неужели это было? И неужели они выстояли? Это настолько укрепляло нашу дитячу веру, что мы даже подумать не могли про то, что они это сделали, для чего, и лучше бы они там нормально жили без пригод. Они просто это подносили, знаете, с таким трепетом, и с таким натхнением, что когда ты их слушал, ты сказал, вау, это действительно их опыты, они нас надихали. У меня часто выникало такое божание, вот вернулись бы в те часы, чтобы я тоже пожила трошки так, как и они, и пережила такие же самые доски. Это не хватало, потому что у нас уже такого не было. Потому что когда свободное вероисповедание, и многие люди не ценят этого, они живут, делают ежедневно какой-то выбор, не всегда в пользу веры, не всегда в пользу Иисуса Христа, ничего не происходит. Там люди каждый день могли пострадать за то, что они делали. Но я хотел спросить, у вас были свои собственные чудеса, связанные с субботой, какие-то интересные истории, как Господь вас вел, может быть, в учебных заведениях или еще где-то? Кто хотел бы рассказать? У меня был такой досвид интересный. Я, кажется, была в 10 классе, или в 9 классе. И у нас в церкви была обычная, как бы, татан мой был пастором, и он запропонировал членам церкви, когда мы прогуляемся или идем в какие-то будинки, мы можем этих людей не знать, но в помислах своих мы можем помолиться, вспомнить про эту самую семью, которая живет. Может, они в этот момент как раз и нуждаются в Божьей поддержке. И вот сегодня, когда я ходила в школу, это был мой маршрут. Я сначала с одной стороны в школу ходила, и с другой стороны обходила. То есть у меня был такой квартал, про тех людей, про которые я молилась. И в одну прекрасную суботу я решила пойти прогуляться снова по этому маршруту. И мне, по-перше, хвилювалося этих людей, которые живут. По-друге, мне что-то на душу было. Не помню, что я переживала в тот момент, но мне настолько хотелось почувствовать Бога поруч, что я прямо молилась, и даже слезы трошки у меня шли из очей. Я думаю, Боже, ну покажи, что ты поруч, я так хочу почувствовать, потому что именно сейчас мне необходима твоя поддержка. И в этот момент это была как раз свода. Я поднимаю свои очи на гору и смотрю, как с хмаринок вимальювается такое гарное сердце. Оно такое яскравое, такое четкое было. Я думаю, Боже, вау, и ты тут меня побачил, и тут меня почув. Честно, для меня это было, правда, Божиим чудом. Потому что я почувствовала буквально, что Он схилився, небеса схилився до меня. Мне кажется, что для ребенка, наверное, это самое-самое такое трепетное свидетельство Божьей заботы, присутствия любви. Я еще хочу рассказать такий також досвід, який был в детстве, когда мы ишли, это также было суббота вечером, мы ишли от гостей уже додому, это было поздно. И памятаю, это был кінец зими, початок весны, уже така відлига была. И хотя еще сніг был, Лилька у нас была молодшая на санчатках, татка ее вез. Да, и був такой один кусочек такого дилянки, где не было снігу. И татка говорит, Лильочка, встань, пройдися трошки ножками, а потом снова сядешь на санчатках. И я памятаю, она встала, а мы с Лилянкой ишли поряд, но немного позаду нею. А вона иду попереду, и она так бедненько, теми ножками, так тяжко, у нее еще такая шубка велика. Мы представляем, как дети сами любят вставать, но тогда мы счастливы. Но это было тяжко, у нее такая сонная, я еще так подумала, что не ей шкода. И она иду, и раптом такая ситуация, она раз и зникает кудись. Я бежу так, мы с Улькой шли поряд, я бежу так, Лилька, Лилька, а тато с мамой шли как-то попереду нас усіх. Татка обернувся, дивится, нема Лилянки, где Лиля, что с ней осталось? А то темно. Він еще питает, девчата, где Лиля? Да, він еще так, где Лиля, а вона якось так замовкла, її не денем, мама, она ничего не говорит. И тут татка так трошечки подбегает ближе и бачит, вона застряла в канализационной такей яме. Люк просто открыли и не поклала, мабуть, на место, я не знаю, но она там застряла и в тей шубке, завдяки той шубке, она туда и не провалилась. И это так для нас было всех, ну, трошечки шоком, мы бегом ее витягнули, а вона такая, знаете, провалилась, это наши дороги, мы идем проваливаться. Мы ее витягли. И, ну, и взагалі, ситуация была... Я хочу доповнити эту историю. Наступний день тату пішел и подивился, какая же была глубина цієї канализационного, цего люка. Там была очень глубокая, и там внизу были трубы, штырые. Слава Богу, что Господь так и действительно спас. Датко пришел туди на наступний день и каже, давайте мы помолимся, Господь врятувал нашу люльку. И это так действительно для нас туди было дуже... Да, потому что если маленький ребенок, какой бы там ни был этот люк, очень легко провалиться даже в шубке. Да, слава Богу. Ну да, в субботу такие чудеса, это очень приятно. И знаем, что суббота для вас очень особенный день. И, наверное, есть какие-то особенные традиции, да, и семейные у вас. Может, что-то есть втроем у вас такое, что-то особенное? Как вы празднуете субботу, встречаете субботу? Ну, традиции вводят родители, а дети уже потом, когда подрастают, они повторяют то, что они видели в этой семье, ну, в своей семье. Ну, когда мы росли, ну, папа у нас такой, его можно характеризовать как романтика, он любит свечи, он любит вот... Такую атмосферу теплой, песни. Да, и он как бы ввел эту традицию. Я помню, что всегда пятница вечер, мы всегда свечи зажигаем. Потом уже, потом уже он уже мог не говорить нам, что нужно свечи, мы уже сами выставляли, все сами украшали. Да. То, что был такой теплый, семейный... Он очень это любил, и он прибил нам это. Все поют, да? Да, потом мы пели много песен, разные песни. Родители тоже поют, да? Конечно, да. Целый небольшой хор. Да, мы делились на три-четыре голоса, и потом могли мы просто открыть сборник гимнов, мама садилась за фортепиано, мы вместе тоже пели, ну, и так, пока не устанем. Так вот вечер напролет проходил. А еще тато любил открывать какие-то або псалом, або притчи, и мы выбирали каждый віршик на субботу собе. Его любимый псалом, да. Благо ей славить Господа. Это он сначала читал, а потом мы пели эту песню. А еще хочу допомнить, что у нас была такая традиция, ну, это уже, когда мы перед молитвой, безусловно, мы, тато сказал, а теперь попросим про бачу один у одного за цей прожитий тиждень, что мы не так кому сделали. И мы каждого обнимали, ціловали, и, извините, 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 так до каждого подходили. Дуже цикало, когда мы перед самым заходом солнца что-то не поделили, либо посварились. А тут такое небесное очень место. И мы все равно, да, 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 признаться, и мы уже подойти попросить прощения. Так, приятно слышать отца, который столько новшестей, столько разных традиций для семьи помог учредить. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, вот вы уже много лет подряд каждую неделю светите субботу. Дайте совет, как избежать формализма, а как не сделать это, ну, таким обыденным. Вот опять прошла неделя, будет суббота, вот как избежать этого? В першу чергу, дуже-дуже чекати цієї субботы. Потому что и чекати її не просто, как день, когда можно не пойти на работу, а как свято. У нас детство навчило, что суббота – это особливый день, это особливая ежа, это особливый одяг, это особливые стосунки, это особливый спів, песни. Тобто чекати цього дня, как своего дня народжения. Все особенное, все. Такая, как бы, практичная порада. Вы берете себе там что-то особливое, таке, навіть з одягу. Это одяг такий, что вы одягаете его только в субботу. И чекайте цього дня, и вот когда наступает этот день, вы одягаете сам этот святковый одяг. Наши батьки, они нам привели цю такую любовь до этого особливого дня. Они завжди намагались нам что-то особливое сделать в этот день. Чи подарочки, чи, возможно, ежа, чи еще что-то. И вот так мы полюбили субботу. Я помню, когда у нас был выпускник, и девчата там наряжались, они платят хотели купить, кто, который найкраще для себя, хотели выбрать. И одна девчонка, я помню, так на все життя, она говорит, ну, это же один раз в жизни можно так вырядить. Это же такая подія, а я себе так думаю, а у меня суббота, каждая суббота, оно святое. Тобто я знаю, что в первую очередь я хочу купить чи платье, чи юбку, чи что-то такое, який будет мне подходить на субботу. То ты можешь в субботу прийти перед лицом Господа в этом. Спасибо за искренние ответы. Дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях три сестры. Ульяна, Лиля, Люба. Мы продолжим нашу программу после небольшой, но очень музыкальной паузы. Оставайтесь с нами. Бог, ты, наверное, красивый, твоих дождей речи дайте. Мне говорит, в тебе есть ритм, и мы с тобой его творим. Ты выдох, я не сразу вдох, я знак вопроса, ты мой Бог. Мы вместе пишем жизнь мою. Я ненавижу, ты люблю, ты радуга, я акварелью. Ты обещаешь, я не верю. Мы вместе пишем жизнь мою. Бог, ты, наверное, высок, чтобы зайти на огонек. Мне в гору сотню лет ползти, я больше не могу спустись. И ты, святая простота, спустился даже до креста. Мы вместе пишем эту жизнь. Сомненья вниз, надежда ввысь. Сомненья я, надежда ты. Мое распни, твое прости, мы вместе пишем эту жизнь. Бог, ты неведома какой, прости меня, что в почерк твой Вплетаются доски, витки, как баржи в полосу реки. Как город, редкие леса. Ты помоги переписать эту жизнь. Мы перепишем жизнь вдвоем. Я впервые не свое. Меня ты учишь киздержать. И, кажется, моя душа жива. Мы перепишем жизнь вдвоем. И я впервые не свое. Меня ты учишь киздержать. И, кажется, моя душа жива. Жива Мечтать это хорошо или плохо? Или это не хорошо и не плохо? Или это черта какая-то в характере? Что это такое? Да, еще разобраться, не путаем ли мы мечтательность и целеустремленность. Ведь когда мы ставим какую-то цель, мы ожидаем конечный результат, представляем себя, каким он будет. Почему нет? То есть ставить цели и мечтать — это немножко разное? Вот хочу разобраться. Мне тоже интересно, как это думаете. Я думаю, что мечтательность, она не включает в себя действие, а целеустремленность человека, когда он планирует шаг за шагом, что он должен сделать, что он планирует, как он будет добиваться этой цели. Тут есть немножко различия в этом. Гляд, ну с этого всего начинаются любые цели, любые какие-то планы, которые мы строим, они начинают с этого вот такого внутреннего желания. Ну не всегда, не всегда. Мне кажется, что человек может увидеть какую-то цель или увидеть, что кто-то ее осуществляет и может повторить, но мечтательность... Не обязательно, что это его, да? Да, да. Но в голове он не мечтал и не проводил много времени в мечтаниях. Мы сейчас говорим про такие глобальные мрії. Честно говоря, мрії могут быть маленькими, крихотными, но благодаря ним иногда легче жить. Например, у меня может быть очень сложный и тяжкий день. И я мечтаю о том, когда я прийду домой, я заварю чай, я открыю любимую книгу и буду читать ее. Для меня мрія – это то, без чего я не могу жить. Потому что, правда, даже небольшая, но в каждом мне что-то есть обязательно. И вот каждую неделю и в конце суббота ты мечтаешь о том, что поступит этот вечер, мы сядем, будем говорить. Это такая мечта недели, суббота. Да, да. В справде. На справде это такие. Просто я хочу вот одну цитату вспомнить из романа Гюго «Отверженность». Смотрите, как интересно о мечтательности он говорит. «Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокую, порождает в нем легкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но одна лишь мечтательность все затопляет и поглощает». Можно с этим согласиться, как вы думаете? Ну, красиво написано. Красивые образы. Действительно, может быть проблема в трате времени, что если человек сидит и день проходит, неделя, он мечтает о том, что наступит что-то и просто сидит и ничего не делает. Просто есть разные мечты. Например, когда мечтать про что-то неосяжное, неизненное, то это действительно мечтать, мечтать, ну так скажем так, просто без... Безосновательное как-то не осталось ни на чем. А вот когда ты мечтаешь про что-то, что может достигнуть, то это, мабуть, даже корисно про такое мечтать. И вообще, если человек живет без мечты, то она, можно сказать, не живет. Потому что мы без мечты... На рахунок нереальности я бы хотела додати, что мы можем мряти про нереальность, потому что Господь нас закликает про то, чтобы мы что-нибудь попросите, во имя мое дастся вам. Только с какой силой, с какими думками, с каким желанием мы хотим этого достигнуть. Мне кажется, Бог и есть Богом нереальности, когда просто что нам, даже на думку, не может спасти, Он может нам этого дать. Главное, идти до этого. Да, но хотя многие думают, что Библия, она запрещает мечтать. Они цитируют текст из послания к римлянам апостола Павла, 12 глава и вот 16 текст. Там есть такие слова. Будьте единомысленны между собой. Это вас очень касается, правда? Не высокомутствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Вот он так это выразил, эту мысль. Не мечтайте о себе. А перед этим было слово «не высокомутствуйте». Мне кажется, оно как-то трошки повязано. Потому что, когда мы много думаем про себя, думаем о том, какие мы классные, вызволочиваем себя. И все мечты связаны только с тем, что мне будет хорошо, я вот этого достигну. То есть все о себе. Я мрюю, когда ты хочешь, чтобы твоим близким было доброе. Это очень чудовая мря. И когда ты делаешь все для того, чтобы им действительно стало лучше, не створяешь им проблем, как минимум. Я думаю, что это чудово. То есть Бог говорит, советует нам немного мечтать о себе. Не мечтать о себе. Не мечтать о себе. Зачем? Мечтать о чем-то другом. То есть, соответственно, о чем-то другом, о других людях мечтать можно. Наверное, Мартин Лютеркинг когда-то писал, что он имеет мечты, чтобы все стали вольными. Он не мечтал о себе. Он мечтал о свободе для других людей. Мне кажется, это чудовая мечта, которую он хотел сделать в своем жизни. Мне вот интересно, могут ли наши мечты о земном, человеческие мечты о земной жизни, они могут ли привести нас к небесному, к небесным мечтам? Да, если у человека все складывается в жизни, он только вот думает, вот вечер, вот хорошая атмосфера, вот мой дом. Например, и так каждый день. Да, и он каждый день об этом думает, и проходит время, и он только об этом думает. Или у него еще какие-то планы, но они все связаны вот с этой жизнью. Это действительно проблема или нет? Да, христианин, он должен думать о небесном и мечтать о небесном Иерусалиме. А как же чай, как же вот вечер дома? Да, это насущная потребность после рабочего дня отдохнуть. Это физиологически человеку необходимо. Но что касается духовных вещей, то мечтать о небесном, о изменении характера, увидеть Иисуса, это тоже прекрасно. Хочу еще просто дополнить, что, когда мы сконцентрованы только на земном, мы тогда, вот это как погляд только на что-то одно, мы тогда не видим того, что Господь взагал для нас приводил. Господь взагал нас спонукает для того, чтобы мы думали и мряли про что-то небесное. Когда мы, не знаю, как, возможно, не у всех так, но у меня, когда я мряю, то чему-то у меня сразу так погляд поднимается в гору. Потому что фактично, то, что тут есть земное, оно как-то так, ну, не настолько приваблюет меня особисто, как то, что там в горе. И настолько ярко, чтобы так занимать мысли, да? Мне взагалі пришла думка про те, что якщо ми будем мріяти про небесное, то Господь, Він мудрий Бог, і Він знає про наші земні бажання, і Він зможе додовільнити їх. Це дуже хороша мысль. Я хотів действительно спробувати. Вот представьте себе, давайте возьмем наш уровень такой вот, бытовой какой-то, що хто-то мечтає о велосипеді хорошем, вот решил купити, сделать такую покупку, да, велосипед? І в то же время мечтає в жизни что-то сделать очень ценно для своїх родителів, или какое-то добре дело, или куда-то, ну, поехать вместе, да? То есть одна мечта, другой, в принципі, не мешає. Он мечтає о велосипеді, але є що-то більш ценне, то, що його поведет. І коли в нього буде вибір, допустим, осуществити одну или втору, він обязательно виберет то, що більше ценно для нього. Так може так і в нашій духовній жизни, коли в нас є самая головна мечта — увидеть Ісуса, увидеть всіх спасенних, увидеть эту благодать Господню, щоб закончилось все зло, все переживання на этой земле, що оно перекрыває все наші мысли. А земні якісь мечты можуть походу осуществляться і ми можемо о чем-то мечтати. Но есть какая-то большая мечта, которая нас ведет вообще во всей жизни, правда? Просто нам потрібно сконцентровувати свій погляд більше на щось таке небесне, як написано «Мечтайте о горні мані зі мною». Розмышляйте, мечтайте. Тому, дійсно, те, що є, скажем так, вагомим для нас в житті, воно повинно бути на першому місці. А оці семрії, як казала Лілька, вони маленькі в нашому житті. То вони повинні бути на другому місці. Вони ніколи не должны займати все время, все наші емоції туда, все наші сили і так далі. Дорогі друзі, ми сьогодні поговорили о мечтах, і суббота, цей замечательний вечір, це ще раз можна вспомнить о великій мечте, о великому обіцяні, яке Господь дал нам, що однажды буде ця встреча, буде встреча с Ісусом Христом, со всеми спасенними. І ми искренно желаємо, щоб ця мечта вела вас всю вашу життю, щоб вона настільки сильно ввекла вас к себе, щоб все остальне, що ми встречаємо в своїй житті, якісь земні блага, земні встречи, вони оставались где-то в стороні. І помніте о том, що Господь, коли ми йдемо к цей большой мечте, коли ми стремимся к нему, к встречі с ним, він і земні наші мечты реалізовує, земні мечты сполняються, і Господь много благословений дає нам і в цей земній жизни. Ми искренне желаємо вам цього. А с вами, друзі, я хотів би помолитися, помолитися о тех людях, які сьогодні теж мечтають. Можуть, вони прийшли вечером, можуть, була тяжелая трудовая неделя, і не так би хотіли, щоб щось другое, нове произошло в їх житті. Можете, це зв'язано з духовною життю, може, це зв'язано з відношеннями. І коли хочеться перемен, коли хочеться почати все з чистого листа, давайте помолимося об цих людях, щоб Господь им открыл цю велику мечту, яка є в Священному Писанні, в якій сам Ісус Христос говорить, що я не оставлю вас, я прийду к вам, ждіть, обязательно, буде ця встреча, щоб она зародилась в їх житті і не получили Божьи благословення. Помолимося о них. Отец наш и Господь, ми сьогодні посвятили кое-то время, щоб ще раз помечтати, помечтати об цей замечательній встречі з Тобою, яка обязательно состоїться, обязательно буде. Коли ми празднуємо субботу, ми притворяємо цю встречу, ми ще раз имеємо можливість зробитися і подумати об цьому, Господь. Спасиба Тебе за це чудесне время, яке ми проводимо вместе. Ми веримо, Господь, що коли ми стремимося к Тебе, к встречі з Тобою, багато наші земні мечти і желання по волі Твої, вони исполняються. Ми хотим, Господь, попросити о всіх тих людях, які сьогодні знову мечтали, Господь, о Тебе, мечтали о встречі, мечтали о том, щоб закінчилося все злое в цьому мире, все проблеми, все несчастья, болезни і щоб наступив тот мир, який Ти обіцяєш в Слові Твоєм. Помоги, щоб ця больша мечта вела і в жизни, щоб ми були деятельними, стремились к неї, не тільки в наших мыслях, але і в словах, і в делах, і в поступках. Пусть суббота принесет нам всім радість і обновлення нашої надежи. Ви імі Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Светлой волною Светлой волною Светлой волкою Светлой волною Светлой волною Ще ласкаю Словно солнечный свет, Меркнут разумные слова. Если нежности нет, Если нежности нет, С нею сразу растают Снежные горы наших обед. Соль-гозит, снег сыхает, Песня счастья в сердце звучит. И тут люди нежность нужна вам, Словно солнечный свет, Меркнут разумные слова. Если нежность нет, Если нежность нет, Нежность нам помогает, Здесь в этой жизни лучше быть. Добрый свет не станет, Учит нас нежно, верно. Любить люди нежность нужна вам, Словно солнечный свет, Меркнут разумные слова. Если нежность нет, Если нежность нет, Меркнут разумные слова. Если нежность нет, Если нежность нет, Если нежность нет, Если нежность нет, Нежность нужна вам, Словно солнечный свет. Субтитры создавал DimaTorzok Я желаю вам не ограничивать себя земными мечтами, мечтайте о Небесном. А я бажаю вам відчути в цю суботу справжнього Господнього миру. Нехай всі ваші мрії збуваються! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!